Угадайте, где, кто, что... Опа! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр Сеников, это 21-й век.byэкспертиза подъехала и по многочисленным просьбам смотрящих, комментирующих, любимых вас мы наконец достали в сети наушники, которые еще не доставали до этого. Вы их попросили, мы их принесли. Ну и главные звезды сегодняшнего дня. Pioneer E8. Sony WIC600N. Далее едем. QCI T1. Sony Sports WFSP900. И вот тоже у нас QCU T3. А, то есть T1 и T3. А где T2? Скажем сразу, слушать мы будем на айфоне. Этот же трек, потому что я привык к этому звучанию. И тем более сравнивать с андроидом нет смысла, потому что на андроиде звучит немножко хуже. А места распределяются точно так же. Первое-второе место на андроиде, оно точно так же занимает первое-второе место на айфоне. Поэтому, собственно, разницы никакой нет. Кроме того, что я угроблю свои уши ради вас. Ради вас. Все. Мое сердечко ради вас бьется чаще и делает туки-туки. И еще некоторые ребят писали мне лично в инстаграм с просьбой сделать обзор на какие-то китайские копии наушников разных. Ребятки, а почему бы и нет? У нас возникла идея сравнить оригинал с китайской репликой. Поэтому пишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы сравнили. Телефоны, наушники, блютуз-колонки. Пишите вот сюда. Перемешаю и я возьму вот эти вот QCU, чтобы это не было. Офигеть! Я очень сильно сомневаюсь, что это влезет мне в уши. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Какие-то они прям суровые прям вообще. Мужицкие такие ушки. Стандартно. Набор амбушюр в количестве двух. И, собственно, маленький прям микроскопический кабель. Микро-USB на USB. Смотрите, вот они, короче, не очень плотно прилегают. И один из наушников, скорее всего, не будет заряжаться, поэтому очень плотненько так придавливаем их. Да блин. Все, вот так как-то это выглядит. И дело не в том, что здесь великолепная, супер-классная вспышка. И здесь просто очень тонкий пластик. Очевидно, они очень недорогие прям. Я думаю, что они стоят там долларов 10-20. Вот прям так. Пластик этот не такой мягкий, резинка. И он совершенно не плотно прилегает к ушам. Наушники очень тихие. Я слышу на максимальной громкости, и мне прям тихо. Экспертиза готова. Все на своих местах. Абсолютно бюджетные наушники, которые ничем примечательным не выделяют. Да, это наушники, в которых можно ходить, разговаривать, слушать. Это не про музыку, не про любителей, чего-то там послушать. Кроме того, для занятий спортом они вам, скорее всего, тоже не подойдут. Потому что они неудобные и будут вылетать. Это идеальный вариант вместо Bluetooth гарнитуры в машине. Вот серьезно. А еще амбушюры, они очень быстро пачкаются, очень как-то странно лежат. И вот такие все не уверены в себе. В общем, это очень бюджетные наушники, о которых мне нечего сказать. Братчики, это T1. Мы слушали T3. Это у нас T1. Здесь у нас иной дизайн вот этой вот коробочки. Доставать наушники не очень удобно. Возможно, у меня большие пальцы. Но прикол в том, что они магнитные. Наушнички так раз и вскакивает обратно. Дизайн наушников мне тоже что-то напоминает. Они даже вставили сюда кнопочки вот эти вот. Стало любопытно, можно ли просветить этот пластик. Однозначно нет, он уже поплотнее здесь такой. Почему-то T1 внешне создают более приятные впечатления. Да, это все такой же бюджетный вариант наушников. Но как-то и пластик посерьезнее, и в ушах они получше сидят, чем T3. Ну вот какое-то все такое вот недо, недо. T1 приятнее, чем T3. Звучат почти одинаково, но там все совсем не уверено. А здесь чуть менее не уверено. Мои любимые соло. Если кто-то еще не послушал, ребята. Пока наш сравнительный анализ показывает следующее. Значит, T3 у нас в самом начале, потому что пока они, ну, такие. Эти оказались получше. Все, пока мы оставляем вот так. Пионер Е8. Большие надежды у меня были найти на наушнике, потому что пионер-то марка серьезная. Хо-хо-хо! Скажи кому-нибудь! Пусть выглядят так через штучку, что они даже какие-то качественные, наверное. Давайте посмотрим. А можно в меня кинуть ножницы? Маленькие. Что есть это такое? Какой-то великолепный, совершенно необычный набор амбушюр у нас. Они прям какие-то прикольные, с какими-то разрезиками. Это, значит, для супер-вакуума какого-то, очевидно. А вот такие вот, это чтобы не супер-вакуум был, чтобы что-то еще проходило в уши. Пластик не самый дорогой. У них прям встроена кнопка. Вот в эту штучку прям на них можно нажимать. Power on, сказали они мне. Right channel, left channel. Они постоянно разговаривают со мной. Постоянно, просто, каждую секунду они мне что-то говорят. Кстати, для занятий спорта, на самом деле, не самый плохой вариант. Они не вылетают. Они нормально сидят. Любопытно. Слегка многовато высоких частот. Прям не очень приятно. Хотелось бы больше басов. Довольно чисто. Не супер-идеал, но, ну, хорошо. Это хорошо. Только правое ухо звучит тише, чем левое. Вот прям в левом много всего, а в правом мне не хватает. Вот я даже пытаюсь его плотнее вставить в ухо, но очевидно, что дело не в этом. Может быть, дело в ушах. Меняем амбушюры. Здесь цельная оболочка. А вот здесь она с такими как бы лепестками. Это чтобы слышать то, что происходит вокруг. Бежишь ты на пробежке, значит, с утра в них. И чтобы тебя машинка не тю-тю, ты, значит, вот эти штучки надел, и все. Посмотрим, как это отразится на звуке. Я как будто даже без наушников. Вот в чем дело. Поехали. Ой-ой. На звуке это очень сильно отражается. Абсолютно пропали все басы, просто их нет. С этими амбушюрами слушать их абсолютно невозможно. Максимум, для чего этого подойдет, для разговора по телефону с кем-то, только одни верхние частоты. Чуть-чуть серединки и верха. Не про музыку, это вообще история. Мне вот подсказал мой оператор, что он слышал музыку, которую слышу я. Она проходила в микрофон и прямо к нему в наушнике. Следовательно, вы тоже ее услышали. Обратите внимание, эти амбушюры не лайк от меня. Не лайк. Дизлайк. Так, ребят, совсем скоро вы будете смотреть обзор Xiaomi Note 10. Я у нас перерывчик, я записывал stories в Instagram, чтобы вам потом выложить. И тут я думаю, почему в телефоне нет звука? Знаете, где звук? Наушники работают в чехле, они не отключились из телефона. Как их угомонить, я не знаю. Видимо, нужно идти в Bluetooth и прямо отключить физически. Нонсенс! Пока мы как-то ровненько движемся, эти вот красотули-пионеры занимают почетное место вот здесь. Пока, возможно, все поменяется совсем скоро, потому что мы двигаемся дальше. Следующая наша, что мы будем исследовать? Не долго ждать? Это соньки. Это соньки. Да! Чисто внешне, чисто внешне из всего того, что мы сегодня обозреваем, эти наушники самые дорогие. Следовательно, в них самый должен быть крутой звук. Как же вас достать отсюда? Да, тут прям сразу видно, что типа ты за что-то заплатил. О, очень сильно меня смущают вот эти штучки. Они прям на обратной стороне наушника. Ну, ну такое. Ну такое. Обычно, когда ты совершаешь этот жест, ты такой... В комплектации гигантское какое-то количество всяких амбушюр. И вот этих вот накладочек, которые в ушную раковину кладутся. И даже есть веревочка и ниточка. Это вот для тебя вариант, для любителей всяких проводов. Очень маленький кабель зарядки. USB Type-C, кстати. Обратите внимание. Кстати, чехол прикольный. Мне очень нравится пластик такой. Ну, он такой. Выглядит нормально. Солидно выглядит. Если вы темнокожий парень со светлыми кучерявыми волосами, вам эти наушники нельзя носить. Так тут написано. Это дискриминация темнокожих кучерявых светловолосых людей. Я это не одобряю. Что? А как их вставлять? А, вот так. Да, все ровненько встало. А это, кстати, даже может быть и удобно. Вот так раз, вот так вот. И закрутили как бы слегка их. Включаем. Это, очевидно, старшие братья тех наушников, которые мы уже тестили, которые нам вообще никак не понравились. И потребовали еще фотку ушей. Где-то прямо сейчас сотрудники компании Samsung пересылают друг другу в Viber и фото моих ушей. Они сели. Давай их заряжать. Уважаемые Sony, почему даже самые дешевые наушники, которые попадают к нам на обзор, например, вот эти, сразу идут с 50% уровнем заряда? А у вас, мы обозреваем уже второй экземпляр и третий экземпляр, все абсолютно полностью разряжены. Ну, экономьте, пожалуйста, время видеоблогеров. Я не знаю, в чем дело. Отношения с компанией Sony, именно с их беспроводной частью, у меня совсем никак не складываются. Возможно, у меня какие-то неправильные уши или какое-то неправильное понимание звука, но это абсолютно не мои наушники и я боюсь сейчас кого-то оскорбить, но опять же, как и в той модели, что мы тестили до этого, бас идет мимо нот. Это, наверное, что-то со мной не так. С другой стороны, у меня наушники, в которых я пишу музыку, они тоже Sony, но они проводные, они идеальные, они просто классные. По звуку пока это вот так, ну как-то так, да? Но по личным ощущениям это, ну вот так уж, совсем перебор. Это вот так. Возможно, чтобы они прям звучали классно, следует какое-то приложение установить, как в прошлый раз, но в этот раз мне смартфон мой не предложил установить приложку от Sony. Давайте попробуем следующие соньки. Пожалуйста, и надеюсь, что они окажутся классными. Едем дальше. Sony WI-C600N. Я люблю компанию Sony. У меня есть Sony PlayStation. У меня наушники от Sony, это офигенный лидер, это очень классная компания, которая производит огромное количество очень крутых девайсов. Я очень их люблю, но что-то вот с Bluetooth-наушниками у меня с ними не сложилось. Что вдвойне обиднее, они стоят, нормально денег, и прям открываешь, все хорошо. Вот специальная вот накладочка, чтобы, не дай бог, ваши ушки не поцарапать. Слушайте, ну, насколько это странно выглядит, если я буду по улице ходить вот так. Дальше что внизу? А ничего интересного, амбушюр и кабель зарядки, его мы рассмотреть не будем. В ушах сидят, я думаю, что это как обычные наушники, в ушах сидят, да. На левой части у нас выключение, громкость, плюс-минус, старт, плей и поднять трубку. Здесь у нас можно гарнитурка. Здесь же у нас только переключение Ambient Sound режима, вот на правой части этой штуки. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Не хватает объема мне в звуке, нет объема никакого. Очевидно, что для спорта они прям классные. То есть, в принципе, на пробежечке такой или в зале заниматься, супер. Только очень меня напрягает вот эта штука, прям неудобно. Я как будто в ошейнике, знаете? Как будто я... Пес, пес. Басы прикольные. Здесь нормально, они попадают в ноты, наконец. Он не звучит как-то, как будто с другой планеты. Хороший вокал, хорошие высокие. Но ничего сверх суперского примечательного в этих наушниках нет. Так, однозначно эти наушники звучат лучше, чем предыдущая вот эта вот модель. Однозначно. Однозначно они звучат лучше, чем вот эти ребята. Это тоже однозначно. Сейчас мне лишь только осталось понять, звучат ли они круче вот этих вот пионеров. Для этого я еще раз послушаю пионеры. Чтобы включить пионеры, нужно на каждом наушнике нажать кнопочку зажать. И тогда только они включаются. Ребята, даже не будем ничего переслушивать. Пионеры однозначно оказываются лидерами сегодняшнего топа. Потому что у них, по сравнению со всеми остальными наушниками, которые мы с вами сегодня обозрели, яркий, насыщенный звук. С хорошей, плотной серединой, с хорошими верхами, с очень классными басами. Прям все как надо тебе стучит. Если судить объективно, без эмоций, без обид, то вот эти соньки, они должны находиться где-то вот здесь. Ну, из-за того, что они провинились, мне не удалось их настроить, они просто накосячили. Они у нас отправляются вот прямиком вот сюда, чисто по личным ощущениям. То есть, должно быть вот так. Но я обиделся, поэтому вот так оно все находится. Вот такой вот топ на сегодня. С вами был музыкант, звукорежиссер, аудиофил, наушниколюбец Саш Сериков. И канал 21.бл, поэтому ставьте колокольчики, подписывайтесь, пишите комментарии. Может быть, мы что-то не услышали. До новой встречи в Кире. Пока. Ты знаешь, вот я обычно говорю всегда как, что людям, типа, что вот чем дороже, тем лучше. Ну, а тут раз и не так. Так что, что получается, что не зря мы делаем эти обзоры? Может быть, мы какую-то пользу людям несем, миру?